Это итоги недели. В студии Карина Гуревич. Здравствуйте. А вот заголовки уходящих семи дней. Избирательный кодекс, сырная индустрия и новая жизнь. В Беларуси снизилось количество абортов. Сколько детей родилось благодаря ЭКО? Держим курс на восток. Бобруйск принял делегацию из Монголии. Результатов, которые мы ожидали, мы достигли. О чем договорились? Великий октябрь. Беларусы готовятся отметить 7 ноября. Невероятно то, что люди, может, и не хватало, может, куска хлеба. Но люди шли с удовольствием на этот праздник. Ждать ли открытий? Путевка в рай. В санаториях страны на новогодние праздники забронировано больше 60% мест. Есть у нас очень такое предложение хорошее. Это тур выходного дня. Что пользуется особой популярностью. Каменные свидетели прошлого. Архитектурное наследие Бобруйска получит статус историко-культурной ценности страны. Имеют художественные отличительные достоинства. Какие тайны хранят городские особняки? Негативный рейтинг. Испанские протесты. И трагичный путь. В Индии продолжаются поиски пропавших без вести после обрушения моста. Сколько погибших? Отечественное золото. Президент посетил Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию. Предприятие работало в опытно-промышленном режиме. Поэтапно строить, производить и продавать. Таким было поручение главы государства. Теперь Александр Лукашенко дал старт полноценной работе. БНБК занимает почти две сотни гектаров в Пуховическом районе. Здесь построены зерносушилки для хранения полумиллиона тонн продукции. Научный центр, заводы по производству комбикормов, премиксов и аминокислот. Какое участие Национальная академия наук здесь принимала? Она принимала участие в получении сертификатов, исследования вопросов, связанных с эффективностью разработанных комбикормов, изучения микроорганизмов, которые применяются для ферментации. Я почему этот вопрос поднимаю? Я знаю, что Академия наук в этом отношении ни шатка, ни валка работала, потому что не было спроса на это, не было производства. Не было производства. Да, и будет производство, и ученые шевелиться в этом плане будут. Создали здесь центр, и ученые теперь приезжают, не мы к ним ездим, они приезжают сюда, потому что не только мы штаммы купили, уникальная лаборатория, то оборудование, которое у нас есть, сегодня в принципе может позволять. Короче, ты Академику потянешь за собой и выведешь их на более высокий уровень. Мы подписали контракт. Президенту доложили, после того, как местные сельхозпредприятия передали БНБК, зарплаты работников выросли в два раза. Александр Лукашенко убежден, реализация таких проектов поднимает нашу республику на новый уровень. Также глава государства поручила разработать программу производства в Беларуси полного комплекса витаминов. Всего четыре страны в мире владеют такими технологиями. Создание сопоставимо со строительством атомной станции и космическими программами. Республиканский каравай, общественное обсуждение и трудовой календарь. В стране утвердили график переноса рабочих дней в 2023. Когда белорусов ждут длинные выходные. Громкие итоги недели. Далее в специальном обзоре. Более 530 предложений поступило в ходе общественного обсуждения законопроектов о ВНС и изменениях в избирательный кодекс. Они уже в обработке. Большинство касаются участия гражданского общества в работе высшего органа народовласти и выдвижения делегатов. Идеи после доработки передадут в парламент и могут быть приняты в первом чтении до конца года. Урожай зерна перевалил за 10 миллионов 200 тысяч тонн. Лучший показатель в Минской области. Продолжается обмолот кукурузы. Убрано 67% площадей. Осталось 77 тысяч гектаров. Расчеты показывают, будет собрано еще около полумиллиона тонн. В республике снизилось количество абортов. Также за 2021-й выполнено более 50 операций, которые помогли спасти жизни малышам. Сейчас востребована ИЭКО. В нашей стране первая попытка бесплатная. За полгода ей воспользовались более 1200 пар. В целом за 20 лет таким способом родилось свыше 10 тысяч детей. Беларусь расширила производство молочной продукции. Сейчас в ассортименте свыше 1800 наименований товаров. Значительная часть сыры. Наши предприятия выпускают 380 сортов. Готовые к импортозамещению освоены итальянские рецепты рикотты, крем-чиза, моцареллы. В стране утвердили график переноса рабочих дней в 2023-м. Так, за 24 апреля, понедельник, беларусы будут трудиться в субботу 29-го. Выходные ждут с 22-го по 25-е. За 8 мая придется выйти 13-го. Вместо 6 ноября – 11-го. Организации с учетом специфики производства могут самостоятельно устанавливать другой порядок. Борьба со злому в структуре МВД нет ненужных подразделений. И все-таки одно из ведущих мест занимает милиция общественной безопасности. И по объему, и по важности решаемых задач. Какие составные части МОП, направления работы, последние задержания. Об этом и не только мы спросили у Антона Коваля, заместителя начальника УВД Бобруйского горысполкома. Антон Васильевич, давайте наше интервью построим таким образом, что сначала поговорим об общем, а потом перейдем к частному. Поэтому первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, какие основные задачи возложены на милицию общественной безопасности? Это, в первую очередь, сохранение жизни и здоровья наших граждан. Вторая основная задача – это обеспечение охраны общественного порядка. Третья основная задача – это профилактика административных правонарушений и преступлений. Вот по поводу преступлений. Может, один-два последних примера раскрытых дел? На память, конечно же, приходят два примера, которые произошли, в принципе, на этой неделе. Один из примеров – это когда знакомый у своего уже знакомого совершил угон мопеда, в результате чего был задержан сотрудниками ДПС. И в последующем возбуждено уголовное дело по статье 214 «Угон». Также один из примеров – это несовершеннолетний, один из учащихся наших учебных заведений, из какой-либо потребности, надобности, повредил металлическую дверь, в результате чего было разбито стекло. Также Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 339 «Злостного хулиганства». Ну, а теперь можно перейдеть к частному. Давайте поговорим об уличной преступности. Как в этом направлении обстоят дела в нашем городе? На сегодняшний день в городе Бобруйске имеется значительное превышение с аналогичным периодом прошлого года по преступности. Это сказалось, в свою очередь, тем, что на сегодняшний день достаточно много зарегистрировано краж велосипедов, также мошенничество в отношении престарелых, а еще это совершение несовершеннолетними субъектами преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Вот вы упомянули несовершеннолетник, да? Как часто вот про нарушения совершают люди из этой категории граждан? Вы знаете, на сегодняшний день мы остро столкнулись с той проблемой, что действительно имеется очень большой значительный рост. Но с этой проблемой идет повышение из года в год. Это, конечно же, с учетом нынешней ситуации, анализа, все влияет интернет. Также это, наверное, недостойное внимания все-таки родителей, неинтерес, проявление, точнее, не проявление интереса прежде всего к тому, чем занимаются их дети в свободное время от школы. Так как, кажется, на сегодняшний день, наверное, все-таки интернет – это помощник для взрослого, но в то же время это беда для ребенка. Потому что именно оттуда черпается та информация, которая влияет очень негативно на наших несовершеннолетних. Вот вы обозначили, прямо скажем, отрицательные моменты, да? Но есть же какие-то положительные? Расскажите про них. Конечно же, положительных больше, чем отрицательных. А именно это все-таки снижение пьяной преступности, так называемой. То есть лица совершают преступления, не находясь в состоянии алкогольного опьянения. Также достигнут большой результат, что лица, которые ранее совершали преступления, совершают их все-таки меньше. Ну и, конечно же, недопущение совершения тяжких, особо тяжких преступлений в сфере быт, то бишь это близкими родственниками. Вы все равно обозначили, что есть определенный рост преступности, да? За счет каких направлений идет увеличение? Ну, конечно же, увеличение идет, опять же, за счет краж, совершения краж. Ну и наша детская преступность. Преступность совершенно несовершеннолетняя. Чтобы вот в конце заклицевать наш разговор, давайте напомним нашим горожанам о главных мерах предосторожности, чтобы не стать жертвой преступления. Конечно же, хотелось бы обратиться ко всем горожанам, не только и гостям нашего города, о том, что соблюдение простых правил исключит возможность совершения в отношении их преступления, а также обезопасит в определенных условиях. То бишь, если мы с нашего разговора вынесли, что был рост краж велосипедов, это все-таки отношение к своему имуществу более ответственное. Не оставлять без присмотра. Всегда, если есть такая необходимость, все-таки оставить. В первую очередь, необходимо пристегивать, либо оставлять в месте, где расположено видеонаблюдение. Также касается на сегодняшний день вопрос, очень остро это оставление имущества в подъездах. Почему-то наши граждане думают о том, что если имеется домофонная дверь, то обязательно их имущество остается в безопасности. Но на сегодняшний день такого не проследуется все-таки. Потому что подъезд, в первую очередь, может зайти и посторонний, чужой, за кем-то, либо соседей, совершить тем самым хищение. Ну и, конечно же, наших родителей все-таки уделить особое внимание с учетом нынешних каникул, которые проходят, уделить внимание особенно детям, посмотреть все-таки их смартфоны, гаджеты, чем ребенок занимается, на какие телеграм-каналы подписан, какой у него круг общения. Ну и, конечно же, побыть рядышком вместе, а не заниматься нашими бытовыми проблемами, вопросами, которые присутствуют всегда. Но если все-таки стали жертвыми преступлениями, то нужно обратиться? Конечно же, на линию 102 мы всегда готовы оказать помощь и всегда придем на помощь. Пора выбирать процедуры. В санаториях Беларуси на новогодние праздники забронировано больше 60% мест. Стоимость одного койка дня с 25 декабря по 7 января в стандартно в двухместном номере около 93 рублей. Банкет при желании обойдется примерно в 200. Праздничные программы будут разнообразны в зависимости от погодных условий. Помимо медицинских услуг, специалисты предложат много культурно-развлекательных проектов. Есть у нас очень такое предложение хорошее. Это тур выходного дня. Он позволяет отдохнуть на три дня. Туда входит уже включен перечень процедур, рассчитанных на три дня. Но нет привязки, что это конкретно должны быть выходные. Почти половина забронированных мест приходится на иностранцев. Особой популярностью наши здравницы пользуются у россиян. Всего же на новогодние праздники ожидают принять 22 тысячи человек. Между тем, в топе услуг – внутривенный лазер, спелеотерапия и лимфодренажный массаж. Все чаще оздоровительные комплексы посещают молодые семьи с детьми. Бобруйск посетила делегация из Восточной Азии. Гостей интересовала сельскохозяйственная техника и строительные материалы. Особый интерес к сфере услуг. Товарооборот Могилевской области с государством-партнером увеличился более чем в 6,5 раз. Дипломатические отношения Беларуси-Монголия выстраивают вот уже 30 лет. О надежном и перспективном партнере Ольга Васенда. Делегация из Монголии впервые посещает Фондок. Гости интересуются строительными материалами, фанерой, ДСП, а также конечным продуктом – мебелью. Особое внимание новой линейке, которая сделана на уровне знаменитых зарубежных аналогов. Иностранцы планируют построить в своем регионе деревообрабатывающий комбинат, поэтому перенимают опыт и обмениваются контактами. Я думаю, что они проявляют живой интерес к нашей продукции, что в конечном итоге может оказаться взаимовыгодным сотрудничеством. Мы рассказали, из чего производится мебель, какие материалы применяются в мебели, почему она экологически чистая. А вот для Бобруйска-Громаша этот рынок не новый. В прошлом году предприятие отгрузило в Монголию более 250 единиц техники. В этом к ней же запчасти. Сельское хозяйство – важная отрасль в государстве Восточной Азии. В Аймаке, Булган, регионе, откуда приехали гости, в основном занимаются фермерством, скотоводством и земледелием. В планах наращивать объемы поставок сиелок, косилок и прицепов. Основной акцент был сделан на цюковом пресс-подборщике. В том году мы более 60 единиц тех машин поставили, и они на них работают, они хорошо с ними знакомы. Наша техника хорошо себя зарекомендовала и востребована на этом рынке. Тем временем на ТДИА в месяц выпускают продукции на 13 миллионов долларов. Высокое качество деталей, тракторов и коммунальной техники известно в более чем 50 странах мира, в том числе и Монголия. Иностранцы знакомятся с ассортиментом, губернатор региона оставляет запись в книге почетных гостей. Результатов, которые мы ожидали, мы достигли. У нас большая делегация, 13 человек, все заинтересованы в покупке тракторов. Я думаю, что для этого есть все условия. Надеюсь, мы обязательно реализуем совместные планы. В списке визита и 35-я школа имени Павла Батова. Гости смотрят оборудованные классы, просторный бассейн, современные гимнастические и спортивные залы. К слову, Бобруйск – не единственный город. В программе практически вся Могилевская область. Динамика в торгово-экономических связях между нашим регионом и Монголией положительна. С начала 2022-го экспорт – 2 миллиона 700 тысяч долларов. Это почти в пять с половиной раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь и Монголия имеют договоры сотрудничества не только в сфере сельского хозяйства. Мы хотим обучать своих специалистов Белоруссии, и у нас уже здесь учатся три студента из нашего Аймака. И еще, конечно, мы будем отправлять сюда своих специалистов для повышения квалификации. Могилевская область сотрудничает с государством Восточной Азии и в сфере услуг. Внешняя торговля увеличилась более чем в шесть с половиной раз, если сравнивать с 2021. Кстати, в этом году исполнилось 30 лет с начала дипломатических отношений между Белоруссией и Монголией. Как показывает практика, эта страна – надежный и перспективный рынок для экспорта. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. День открытий. Беларусь готовится отметить 105-летие Октябрьской революции. В Бобруйске возложение цветов на площади Ленина намечено на 10 часов утра. В движении примут участие представители Коммунистической партии Белоруссии, исполнительные власти, коллективы и общественность. Спустя полчаса в сквере на Минской состоится торжественное открытие аллеи трудовой славы. Наша страна, одна из немногих на постсоветском пространстве, сохранила традицию отмечать 7 ноября. Невзирая ни на что, на все трудности, невзирая на то, что люди, может, и не хватало, может, куска хлеба, но люди шли с удовольствием на этот праздник. Мы должны помнить и чтить ту историю, которая когда-то положила и привела к независимости нашего государства. Революция 1917-го стала одним из самых значительных событий 20-го века и коренным образом повлияла на ход дальнейшей истории. Люди получили право на труд, образование и отдых. Белорусский народ обрел государственность, создал экономический и интеллектуальный потенциал, сберег и обогатил национальную культуру. Время, запечатленное в камне. Архитектурное наследие Бобруйска получит статус историко-культурной ценности страны. В списке 59 зданий, которые расположены на Бахарова, Урицкого, Интернациональной и Пушкина. Соответствующий пакет документов уже подготовлен. Задача номер один – сохранить уникальность и самобытность. О свидетелях ушедшей эпохи Татьяна Горбач. Бобруйск – город с богатой многовековой историей. Его архитектура – переплетение стилей и эпох. Здесь прекрасно сохранилась радиально-кольцевая планировочная структура начала 19-го века, центром которой была крепость на Березине. Все жилые постройки вынесены на форштаты – Слуцкий, Минский, Березинский и Паричский. Дома в основном деревянные. После пожара 1902 года, когда сгорело значительное число домов, городская дума принимает решение о строительстве каменных домов, только каменных домов, в районе Слуцкой рыночной площади и 29 кварталов было охвачено вот такой застройкой. И так пошел Бобруйск каменный. Модернизация большей частью коснулась Слуцкого форштата. Главный архитектор – Яков Майзельс. Здания преимущественно были одно- и двухэтажные. Кирпичные заводы купцов Пружининых, Розенберга, Лозинских, Акулича полностью покрывали спрос населения на материалы. Возводили качественно и с душой, как говорится, на века. Так, что и сегодня горожане могут любоваться домами давно ушедшей эпохи. Исторически ценная застройка прекрасно сохранилась в границах улиц Бахарова, Урицкого, Интернациональной и Пушкина. Колоритное здание в стиле модерна, но социалистической, знакомо каждому бобруйчанину. Сейчас здесь находится типография Непогодина и редакция газеты «Бобруйское житё». А в начале 20 века это был доходный дом «Дайон». Здесь располагались квартиры врачей, аптека и страховое общество. А после войны – дом милиции. Особым изяществом и неповторимым колоритом отличается здание краеведческого музея. Постройка 1910 года. Тогда это был доходный дом купца первой гильдии Мордуха Голодца. Магазины «Венский шип» и «Суконно-мануфактурная торговля» пользовались популярностью у зажиточных горожан. Здесь же находился Соединённый банк. Квартиры на втором этаже сдавали в наём. А этот величественный особняк на пересечении Советской и Карла Маркса – «Изюминка Бобруйска». Сейчас тут располагается туристическая фирма и автошкола. Но славная история началась в начале 20 века. Вскоре после пожара 1902 года Санкт-Петербургский купец первой гильдии Иосиф Клейнерман начинает строительство двухэтажного дома в стиле неоклассицизма. Здесь располагалась частная банкирская контора Иосифа Клейнермана, а на втором этаже проживала семья купца. А это небесно-голубое здание на Чингарской в стиле модерн примечательно своими декоративными элементами – кованными ограждениями балконов, профилированными обрамлениями окон, фигурной стенкой над карнизом и изысканным кронштейном над парадным входом. На заре 20 века в доходном доме Исера Гиндербурга снимала квартиры «Бобруйская интеллигенция», в частности, известный адвокат Михаил Красовский. На улице Семеновской, сегодняшней Московской, находился один из самых популярных электротеатров начала 20 века. Гигант, которым владел Лейба Беленький. После революции 1917 года здесь тоже находился кинотеатр «Освета». На рубеже столетий в моде был так называемый кирпичный стиль. Бобручану он хорошо знаком, сохранилось немало построек, одна из них – доходный дом купца Фейгина. Мастерски выполненная кладка, словно специи, делает здание пикантным. Когда-то здесь был табачный магазин Юхвида и аптека Атлера и Янушкевича. Сейчас это торговый центр «Силуэт». В городе множество исторических строений, брутальных и изящных, бесспорно влюбляющих в себя с первого взгляда. В одной из таких расположился всем известный друкар. Дом Виктора Павловича Козловского, заступающего место городского головы, члена Бобруйской думы, члена и казначея городской управы. Здесь проживал не только Виктор Павлович со своей семьей, но он сдавал помещение в аренду. И так здесь располагалась, например, контора страхового общества, парикмахерская в другое время. Квинтэссенция исторической застройки, любимая горожанами «Социалка» или «Бобруйский Арбат». До 1917-го улица Муравьевская в честь могилевского губернатора, усмирившего польское восстание 1863-го. В начале 20-го века она считалась самой престижной и комфортабельной в городе. Здесь жили состоятельные люди и процветала торговля. До наших дней прекрасно сохранилось здание, в котором сегодня размещается кафе Тикава, а когда-то доходный дом купца Равиковича. На первом этаже была аптека и различные конторы, на втором – элитные квартиры. 59 зданий, вошедшие в исторический центр, сохранились практически в первозданном виде. Тем самым имеют художественные отличительные достоинства и значимость с точки зрения архитектуры и градостроительства. Среди белорусских городов Бобруйск – уникальный по масштабу памятник, который сохранил грандиозный исторический центр. Для того, чтобы сберечь это бесценное архитектурное наследие, горисполком предложил включить 59 зданий в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Подготовлен соответствующий пакет документов. Важность этого шага трудно переоценить, ведь на потерю духовной связи поколений и богатых традиций родной страны у нас просто-напросто нет права. Татьяна Горбач, Максим Галеонко. Итоги недели. Мрачная зима, низкий уровень и глобальное потепление. Треть ледников из списка всемирного наследия ЮНЕСКО растает к 2050-му. Чем это грозит планете? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Падающий рейтинг Джо Байдена отразился в результатах соцопроса «Оллстрит Джорнал». Больше половины респондентов считают, его политика оказала угнетающее влияние на экономику страны. Обратного мнения придерживаются лишь 27% американцев. Что касается экс-президента Дональда Трампа, его деятельность на посту почти 50% оценивают как удовлетворительную. Испанцы требуют повышения зарплат. 30 тысяч рабочих в Мадриде вышли на марш протеста, который организовали профсоюзы. Организаторы акции предупреждают власти, что не намерены мирно терпеть падение уровня жизни. Миллионы людей в стране едва сводят концы с концами, отмечают лидеры. Годовая инфляция продолжает расти. В Индии до сих пор продолжаются поиски пропавших без вести. После обрушения моста пришлось прибегнуть к помощи военных. Число жертв уже превысило 140 человек. Большинство из них – подростки, женщины и пожилые. Напомним, подвесное сооружение рухнуло под весом толпы. До этого оно было закрыто на ремонт почти 6 месяцев и вновь открылось лишь недавно. В Польше не хватает углям. Постоянное сокращение собственной добычи, эмбарго на российский импорт и инфляция загнали в угол жителей страны, которые по-прежнему сильно зависят от него. С весны цены на топливо увеличивались в 4 раза и продолжают расти. Топить дома нечем. Почти 2 миллиона поляков ожидает мрачная зима. Кроме того, электроэнергия подорожала на 700%. Из-за глобального потепления треть ледников из списка всемирного наследия ЮНЕСКО растает к 2050-му. Всего перечни более 18,5 тысяч природных объектов в общей площадью 66 тысяч квадратных километров. Ежегодно они теряют примерно 58 миллиардов тонн жидкости. Столько же за 12 месяцев используют Испания и Франция вместе. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Карина Гуревич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова